Единственный Барнаульский городской пляж практически никогда не бывает пустым. Даже несмотря на недавно прошедший дождь, здесь уже есть народ. Что же говорить про жаркие дни, когда отдыхающих здесь неизменно по несколько тысяч человек. Но такое количество народу породило и проблему. Из-за хаотичного скопления личного транспорта в часы пик на пляж не могут проехать ни маршрутки, ни скорая помощь. Городские власти решили организовать бесплатную дополнительную парковку, одновременно ограничив подъезд непосредственно ко входу на пляж. Ну а краевые власти предложили запретить продажу спиртных напитков вблизи мест отдыха и купания населения. Сегодня в Рубцовске пляжа нет, а его строительство говорится давно, но до дела так и не доходит. Проект парковой и пляжной зоны был разработан пять лет назад. Он должен был располагаться в районе набережной имени Петрова, где мы сейчас находимся. Но недостаток финансирования так и оставил проект лишь на бумаге. Сделать пляж на набережной не так просто. Слишком затратно это удовольствие, ведь в первую очередь необходимо в корне изменить берег, опустить его практически на три метра, затем выровнять. Отдельно поработать с дном, аллея и с детской зоной отдыха. Поэтому говорить о том, что пляжу быть в этом году преждевременно. Впрочем, подвижки к тому, что работы все-таки начнутся, есть. По правую руку от меня расположены буйки. Они обозначают границу зоны купания. И дальше, как мы понимаем, она заканчивается. Если вы перегрелись на солнце, сразу зашли в воду, то, соответственно, перепад температур и, может быть, судороги. Нельзя ни в коем случае заплывать на пляжных зонах, на пляжах за буйки. Если вы заплыли за буйок, соответственно, вас подхватывает течение и начинает нести. Необходимо в этот период просто отдаться воле течения, аккуратненько, потихоньку подгребать именно к ближайшему берегу. Центральный пляж, пляж квартала АБ и два на зеленке. В сезоне 2015 это официально разрешенные места для купания. И вода, и грунт здесь соответствуют нормам Санпина. Однако, дорвавшись до воды, не стоит забывать о технике безопасности. Продолжение следует...